Токаев призывает казахстанцев объединяться и огульно не критиковать власть. Выступление президента в парламенте прошло за закрытыми дверями, без прессы. Оппозиционному активисту Жан-Болату Мамаю вновь меняют организацию массовых беспорядков во время январских событий. Три месяца назад с него сняли от обвинения, сейчас передумали. Здравствуйте, это Азатык, итоги недели. Касымжамар Токаев пришел в Сенат, частично обновленный по итогам косвенных выборов и проведенных им переназначений депутатского корпуса. Выступая в Верхней Палате парламента, через год после кровопролитных событий он сказал, «Стране нужны сплоченность и единство». Токаев заявил, что не нужно сеять смуту. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем государства. Критика власти не должна быть огульной, она должна основываться на конкретных фактах. Любым проявлением политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Токаев добавил, предстоящие выборы в Можилис станут, цитата, «завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов». Критики власти говорят, что проводимые при Токаеве реформы носят косметический характер. Власти регистрируют только лояльные партии, отказывая нелояльным. А выборы сопровождаются нарушениями. И в целом сохраняется прежняя авторитарная система. Но в аккорде заверяют, что преобразования продолжаются. Уже утвердился принцип «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство». Заседание с участием сильного президента в стенах влиятельного парламента прошло без участия прессы. Журналистам просто не сообщили о мероприятии. Как гром среди ясного неба, сегодня с утра мы узнали о том, что оказывается президент в Сенате, и что все избрание спикера проходит за закрытыми дверями без участия журналистов. Это каждый раз возмущает, потому что это важное событие. Как-никак спикер Сената – это второй человек во власти, и почему-то его избрание проходит без участия журналистов. Спикером Сената в четверг депутаты переизбрали Маулена Ашимбаева. Его кандидатуру предложил Токаев. Ашимбаев – один из десяти назначенных президентом депутатов. Еще 20 сенаторов прошли в Мажелис после косвенных выборов в середине месяца. Среди получивших мандаты депутатов оказались 4 человека, уже заседавших в Сенате, а также 5 секретарей областных маслехатов, 4 заместителя Акимов региона, 2 Акима района. Оппозиционного активиста Жан-Булата Мамая, лидера незарегистрированной демократической партии, снова обвиняют в организации массовых беспорядков во время январских событий. Это обвинение уже предъявлялось ему вскоре после задержания в феврале. В октябре оно было снято. Обвинение переквалифицировали на организацию незаконного митинга. Три месяца спустя власти передумали. Прокурор вновь вменяет массовые беспорядки. Сторонники Мамая связывают возвращение обвинения с политикой. Оппозиционера перевели под домашний арест накануне визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Астану, смягчив обвинение. А сейчас вновь ужесточили на фоне активизации британскими законодателями расследование кровавого января. Она поступает, как обиженный ребёнок. Перед президентскими выборами она освободила Жамбулата из тюрьмы и перевела под домашний арест, чтобы хорошо выглядеть в глазах Запада. Но когда независимая комиссия из Британии заявила, что продолжит расследование, власти ухудшили положение Жамбулата. Недавно в Казахстан прибыла комиссия из Британии, которая расследует январские события на примере дела против Мамая. В её состав включены три британских парламентария. Казахстанские чиновники отказались встречаться с иностранцами, а МИД назвал комиссию псевдонезависимой. Мы с большим разочарованием прочитали это заявление Министерства иностранных дел Казахстана. Считаем, что это не совсем верное решение с их стороны. Они неверно оценили нашу роль. Наша цель – приехать и послушать людей. Члены комиссии выразили разочарование действиями Астаны и заявили, что продолжат расследование кровопролитных событий, в которых погибли по меньшей мере 238 человек. Мамай отвергает обвинения и считает преследование политически мотивированным. Он говорит, что выступал перед протестующими, но не призывал к беспорядкам и не организовывал их. Группа алматинских активистов тем временем потребовала отставки генерального прокурора Берека Асылова. Тоже в связи с расследованием январских событий. Активисты считают, что прокурор, который должен следить за соблюдением законности, сам нарушил презумпцию невиновности. На слушаниях в Мажелисе в начале месяца Асылов назвал учителя Каласа Нурпиесова и журналистку Айгерим Тлюжанову экстремистами и обвинил их в захвате аэропорта Алматы в смутные дни января. Тлюжанова находится под домашним арестом, Нурпиесов под стражей. Они признают, что были в аэропорту, направились туда, услышав о прибытии войск ОДКБ, но утверждают, что не устраивали беспорядки. Пробыли там около получаса и вернулись домой. После январских событий Токаев заявлял, что аэропорт был захвачен боевиками, которые провели через пограничные стойки террористов, прилетевших из центрально-азиатского города под видом гастарбайтеров. Но информация о борте с террористами так и не нашла подтверждения. Не найден ни один террорист. Утверждение Астаны об атаке подготовленных за границей боевиков стало основанием для обращения за помощью к военному альянсу ОДКБ и вводу в Казахстан контингента иностранных военнослужащих. Спустя год никаких доказательств в пользу версии о нападении извне нет. Многие наблюдатели склонны видеть за кровопролитными событиями межелитную борьбу, итогом которой стало ослабление позиций бывшего президента. Такими мы увидели итоги минувших семи дней. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok